Привет! Это Игромания и Star Conflict. В этом видео мы поговорим о ракетах. Каждый класс обладает уникальным набором ракетного вооружения. Кроме того, свои особые ракеты есть у каждого из ролей, а их характеристики можно дополнительно улучшить имплантами. Начнем со штурмовиков. Для начала им доступны обычные самонаводящиеся ракеты с тремя типами урона. Они почти идентичны, за исключением разве что электромагнитных ракет. У них ниже скорость полета, но гораздо более высокая маневренность. И именно их мы советуем выбирать в первую очередь, поскольку они позволяют бороться с любым типом целей. От маневренных перехватчиков до неспешных фрегатов. Начиная с седьмого ранга, в каждой роли штурмовиков открываются новые типы ракет. Заградителям становятся доступны ракеты с замедляющим полем. При взрыве они создают облако, замедляющее все корабли поблизости. Это сильно облегчает дальнейшую стрельбу по ним, а в сочетании с другими умениями заградителя они могут превратить любой вражеский корабль в почти неподвижную мишень. Используйте их с осторожностью, ведь эффект распространяется и на союзников. Командному штурмовику становятся доступны ракеты с ионной боеголовкой. Срабатывая, они отключают противнику стрельбу и спецспособности, в том числе отменяют уже действующие эффекты. Они наиболее полезны против фрегатов прикрытия, чьи умения действуют продолжительное время, и отменяются с первого же попадания. Ударным штурмовикам также становятся доступны неуправляемые ракеты «Огненный шторм». Они созданы для того, чтобы нанести сокрушительный удар по неповоротливому противнику в сочетании с огнем основных орудий. Идеально, если вы собираетесь охотиться на фрегаты. Для всех этих ракет советуем выбрать имплант «Альфа-ингибитор жала» — средний в четвертом ряду. Он повысит скорость ракет и их маневренность. Переходим к перехватчикам. С самого начала им доступны малые ракеты — аналог самонаводящихся ракет-штурмовиков. Они вполне подходят для борьбы с маневренными целями, но урон они наносят небольшой, поэтому советуем побыстрее переходить с них на «Нурсы» — неуправляемые ракетные снаряды. Бронебойные — оптимальные против широкого спектра целей, а электромагнитные — против медленных противников, ведь урона они наносят больше, хотя летят медленнее. Перехватчикам РЭП доступны уникальные ракеты с энергонейтрализующим полем. При попадании они создают облако, выжигающее энергию из окружающих кораблей, не позволяя противнику использовать модули и форсаж. Но эффект не разбирает своих и чужих, действует на всех. Так что будьте осторожны и не навредите команде. А вот уникальные «Нурсы» разведчика, замедляющие ракеты, при попадании замедляют только вражеские корабли в небольшом радиусе. И по этой причине они очень популярны, ведь их можно применять в самой свалке. Урон и скорость полета не так хороши, но эффект замедления с лихвой компенсирует этот недостаток. Для всех видов неуправляемых ракет идеально подойдет имплант Альфа-Ингибитор ЖАЛА. Еще разведчику доступны сенсорные мины. Они наносят большой урон вражескому кораблю, рискнувшему подлететь достаточно близко. Они хороши при защите маяков. А кроме того, такую мину можно выложить прямо на голову неповоротливому врагу. Самая сильная ракета перехватчиков — тактическая боеголовка, доступная только диверсанту. Через 7 секунд после активации произойдет мощнейший взрыв в большом радиусе, создающий целое облако опасных асколдов. Идеально подходит для скоплений врагов. Главное — успеть отлететь подальше, чтобы не пострадать от собственной бомбы. И обязательно запомните этот характерный звук. Услышав этот писк, бросайте все, включайте форсаж и делайте ноги. Лучший имплант для тактической боеголовки будет альфа-ингибитор РР-25, увеличивающий радиус поражения. И вот мы дошли до фрегатов. С самого начала им доступна крылатая ракета. Она похожа на ракеты штурмовика, но при большем уроне и дальности имеет очень низкую маневренность. При первой же возможности замените ее. Например, на миноукладчик. Пожалуй, это оптимальный выбор для фрегата. Установленное минное поле поможет защитить маяк, либо же сам корабль от более маневренного врага. Седьмого ранга открывается ракета Спрут, выпускающая пять самонаводящихся ракет. Однако им тоже не хватает маневренности для поражения шустрых целей. Более универсальная торпеда. У нее огромный урон и большой радиус взрыва. А для детонации не обязательно прямое попадание. Ее можно пустить в скопление врагов или обработать маяк, либо же использовать для самообороны, взорвав ракету о ближайшее препятствие. Теперь об уникальных ракетах ролей. Фрегату прикрытия доступен генератор аномалий, наносящий самый большой урон в игре. Мало кто способен пережить прямое попадание. Генератор хорош и для санитарной обработки маяка, и против вражеских снайперов на дальних дистанциях. В обращении он непрост, так что для начала обязательно потренируйтесь в своем бою с помощью импланта Альфа Ингибитор РР-25. С ним вы сможете достать практически любую цель. Инженерному фрегату лучше всего подойдут атакующие дроны. После запуска они следуют за игроком, а при захвате цели начинают обстреливать ее. Урон при этом довольно заметный. Стреляют дроны метко, а убить их самих задача не из легких. Подходит как в атаке, так и для самообороны. Враги часто не обращают внимания на дронов, пока их собственный корабль методично превращается в решето. Кстати, на пятом техническом уровне игрок может собрать такого дрона в мастерской и установить на любой корабль, так же как и мощную и самонаводящуюся ракету Апокалипсис. Но до этого еще дожить надо. А мы тем временем закончили с ракетами. Это все на сегодня. С вами была Игромания и увидимся в космосе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok